Рынок растительных масел скоро придет в прямую в зависимости от отечественных производителей. В условиях закрытых границ отвечают за потребительскую корзину и алтайские компании. Накануне краевые депутаты в рамках выездных дней АКЗС посетили Косихинский район, где группа компаний «Союз» занимается переработкой растительных масел. Директор предприятия Владимир Отмашкин не исключает, что скоро придется наращивать производство, ведь спрос в регионе растет. Также депутаты посетили комбинат молочных продуктов и производство колбас. Сейчас компания расширяет географию поставок. Повторяю еще раз, самое главное – качество. Мы принципиальное значение уделяем качеству и мяса, и продукции, которую мы производим на основе мяса и молока. Направление сельского хозяйства в группе компаний «Союз» развивают несколько лет. Сейчас у предприятия 6 тысяч гектаров в селе Малахово, на которых выращивают пшеницу, гречиху и подсолнечник. Парламентариям представили сорта зерновых. Такие выездные встречи, по словам депутатов, важны. Это дает возможность прямо в поле поговорить о проблемах сферы. Это нужно продолжать, реализовать в других районах. Поэтому, когда мы получили вопросы, наказы жителей, избирателей, естественно, мы не просто посещаем, а мы стараемся потом максимально помогать решать эти вопросы. Каждый по своему профилю. В ходе экскурсии парламентария посетили и фермерское хозяйство. Сейчас на порядка 100 коров. Завершился день обсуждением планов развития предприятия, которое депутаты назвали примером, как можно работать на земле и выполняя социальные обязательства. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.